Всем доброе утро! Мы продолжаем тему здоровых отношений. Что такое ДЭВ в обычной повседневной жизни? Из чего она состоит, из чего она складывается? И сегодня мы будем говорить о первом принципе системы Джуньё Ань Цыгун, как он проявляется в быту, в повседневности, на что он влияет, и как этот принцип может влиять на отношения, на качество отношений. Речь идёт о принципе баланса, о принципе инь-ян. Это принцип единства и взаимодействия противоположностей. Это, наверное, самый такой универсальнейший принцип, который имеет отношение абсолютно ко всему, что в нашей жизни есть и что нас окружает. Этот принцип мы можем наблюдать, и он проявляется и в явлениях природы, и в состоянии социума или общества, и в его развитии, и в семейных отношениях, или в отношениях с партнёром, и не только с партнёром, и с работой, и со всеми любыми отношениями, которые мы выстраиваем в жизни. И также в нашем организме мы тоже знаем, что у нас есть энергия инь, энергия ян, и что от их баланса зависит наше здоровье, или это влияет на здоровье, так точнее, и что когда баланс нарушается, то это приводит к болезни. Давайте рассмотрим, что в обычной повседневной жизни может приводить к такому явлению, как нарушение баланса, то есть как это проявляется. Мы говорим, если с позиции инь и ян, то мы говорим, что хорошее дэ – это когда человек относится к другим или делает для других, как для себя. Если вдруг случаются такие примеры, когда человек старается для других, очень хочет угодить, а для себя постоянно недоволен собой, безответственное отношение, ждёт, когда другой кто-то о нём позаботится, будет ли в этом случае дэ – хорошим? Если будет так же относиться к другим. Как это формируется, почему так происходит? В детстве, когда мы ещё были совсем маленькими, наши потребности как бы угадывали, узнавали, наверное, так, точнее узнавали и удовлетворяли не мы сами, а кто-то другой, например, мама или взрослые, которые заботились в это время. И это нормально. То есть ребёнок что-то, в чём-то нуждается, но он не должен и не может знать, что именно и как это удовлетворить. Но когда взрослый человек продолжает ждать, что его потребности или то, чего он хочет, угадает кто-то, и бывает такое отношение, что кто-то должен это удовлетворить, то есть ожидание такое другого, то это уже не совсем норма. И какое дэ тогда в этом случае? Ну, наверное, не очень хорошее. Последние годы, несколько лет особую популярность приобрела такая тема любви к себе. Настолько повсеместно звучит, что уже чуть ли не приобрела такие качества эгомании. Предлагается очень много курсов, очень много программ, которые обещают научить любить себя, которые рассказывают, что нужно это делать, что это нужно вводить в свою жизнь. И часто складывается такое представление в результате каких-то тренингов на эту тему или проводимых мастер-классов, что удовлетворение своих желаний во внешней реальности является проявлением любви к себе. То есть это там балование себя какими-то вкусняшками или шоколадкой, или чем кому нравится. Или там принимать ароматной пеной ванну. Или там делать все, что сейчас хочется. И что это и есть любовь к себе. И выбирать нужно ориентироваться только на себя. Но сколько в этом действительно правды? На самом деле при таком подходе не всегда учитывается внутреннее переживание и потребности человека. И среди моих клиентов встречаются такие примеры, которые говорят о том, что я и это для себя делаю, и вот так вот отношусь, и учитываю себя. А внутри все равно как-то остается грустно или подавленное состояние, или какое-то непонятно почему. Вроде бы все выполняется правильно. Но на самом деле речь, если идет речь только о внешней реальности, то это не про заботу о себе, это не о любви к себе. Настоящая забота о себе – это то, что направлено и берется во внимание то, что внутри. То есть это умение поддержать себя в сложные моменты в жизни, что-то сказать себе такое, на что можно опереться. Это вера в свои способности, в моменты, когда случилась неудача, не критика себя или опускание рук совершенно. Сюда же входит и умение обратиться и просить о помощи, когда вы в этом нуждаетесь, что, в общем-то, многим людям далеко не просто делать, потому что уметь просить далеко не всегда развито. Наоборот, как-то так. Я хочу, чтобы все другие узнали, чего мне хочется, а самому попросить, ну, как-то неловко или что-то останавливает, как-то не так. Но это очень важно – уметь просить, когда вы хотите, когда вам нужно это. В нашей жизни мы учитываем два вида отношений. Это отношения с собой, то есть внутренний такой контакт, внутреннее взаимодействие, и они состоят в понимании своих переживаний, своих эмоций, понимании того, какие потребности стоят за этими эмоциями, и самостоятельное их удовлетворение от их потребностей. И второй вид отношений – это отношения с другими в соответствии с нормами общества, социума. Это внешние отношения или внешний контакт. То есть в норме эти два вида контакта – внутренний и внешний – должны быть сбалансированы. И звучит это примерно так. Я понимаю себя, забочусь о себе, и вместе с этим, учитывая свое окружение и заботой, отношусь к другим. Это про баланс, это про здоровье. Но очень часто уже даже в этом виде возможного баланса или необходимого баланса в нашей жизни уже происходят нарушения. Либо больше о себе, и мне все равно, что обо мне думают другие, как они относятся и как они меня видят. Главное – я в своей жизни, я центр жизни, потому что это еще и поддерживается, транслируется со всех сторон. Сейчас. Или наоборот – я ничего не значу, и я важна или необходима, нужна только тогда, когда я что-то даю другим, и когда я приношу пользу. И тогда это и то, и другое – это про нарушение баланса. Основная задача, вообще основная норма, наверное, для взрослого человека, которую необходимо освоить, это просто понимать свои потребности и уметь самостоятельно их удовлетворять. Давайте посмотрим, когда мы стараемся помочь другому человеку что-то сделать за него, то, что он может и должен уметь делать для себя самостоятельно. Является ли это заботой? Когда мы даем бесплатные советы, что для другого человека будет лучше в те моменты, когда он не просил об этом. Является ли это нормой? Или это тоже определенное такое нарушение? Наверное, да. Когда вам дают такие рекомендации, что вы должны делать, чтобы ваша жизнь улучшилась, вспомните, что вы при этом чувствовали. По меньшей мере, наверное, раздражение. Или такое недовольство. Когда мы так поступаем, когда мы делаем за другого или даже большую часть, даже если попросил человек, но мы берем на себя за решение его вопросов своим выбором, собственным выбором, большую часть, чем он сам для себя делает, то это называется уже не забота, а это опека. Какая разница между заботой и опеканием? Давайте подумаем, что такое опекание и в каких случаях даже есть такие условия, ситуации в жизни, когда назначают опекуна. Это когда человек не способен о себе позаботиться самостоятельно о своих нуждах, обхаживать себя или ухаживать. Это либо совсем маленький ребенок и до достижения уже взрослого возраста назначается кто-то опекуном, если у него что-то случилось в жизни, так что нет семьи и нет близких людей. Либо это инвалид, который не может за собой ухаживать. Во всех других случаях на самом деле это является ограничением развития другого человека. Если мы делаем во внешней реальности что-то за него без его просьбы, без обращения за помощью, самостоятельно решаем, что ему нужно это сделать. А забота — это про внутреннее, это когда мы даем человеку поддержку, когда мы верим в его способности, что он может справиться со своими вопросами, когда мы даем какие-то послания, когда человеку сложно или он в каком-то таком тяжелом периоде своей жизни, мы просто поддерживаем его сопереживанием, пониманием его переживаний. Это очень важное различие. Есть такая притча, она мне очень нравится, как раз про угадывание желаний другого человека и стремление о нем позаботиться. Это притча про синего черта. Однажды синий черт решил стать святым, чтобы его тоже так же восхваляли и прославляли, как и добрыми, ну и решил прославиться добрыми делами, так же, как и других святых, которые помогали людям. И он разослал во все концы страны призыв такой, что он будет исполнять желания и самые сокровенные людские желания. Главное, чтобы люди к нему обратились. Эта весть разнеслась по многим селениям. И из одного селения женщина, у которой сын был уже очень взрослым, но он не мог ходить, у него были проблемы с ногами, как бы усохшие ноги с детства. и она взвалила этого своего взрослого сына, уже мужчина, на спину и понесла к этому селению, там, где был этот синий черт, чтобы его вылечить, этого сына. Она пришла, положила со спины, сложила этого мужчину, положила у ног этого чувства и говорит, исполни желание. А мужчина, что-то на него посмотрел и говорит, сейчас, сейчас я исполню твое желание на женщину. А женщина говорит, нет, нет, ты не мое, ты сына моего, вот его исполни желание. Я внимательно на него посмотрел и у сына отсохли не только ноги, но и руки. Женщина закричала, что ты наделал, зачем ты это, как ты можешь так сделать? А что ты говорит, а как же мне это было исполнить по-другому, если он с детства хотел, чтобы ты вообще кормила его из своих рук постоянно и чтобы ты не смогла заставлять его делать, плести там корзины или короба, то, что он делает сейчас? Женщина взвалила этого сына себе на плечи и быстренько побежала обратно, чтобы он, ее сын, еще чего-нибудь не пожелал такого. На самом деле, чтобы нести благо другим людям, этому нужно обучаться. И нужно понимать, что чем больше ответственности, тем меньше страданий, но чем больше в нашей жизни зависимости ожидания других людей, тем больше в ней будет появляться страданий. В чем состоит или заключается основная сила взаимодействия или отношений, которые мы выстраиваем с другими людьми? Это существование какой-то другой точки зрения. Если у нас все одинаково, это не является согласием. И однобразие не говорит о единстве. Когда все абсолютно одинаково и похоже, это не стимулирует к общению, ко взаимодействию. Мы действительно интересны друг другу тем, что мы разные. и понимание того момента, что в чем-то мы похожи, и это нас объединяет, и это дает нам возможность сблизиться. И вместе с тем мы в чем-то разные, чем-то мы отличаемся. И это помогает, понимание этой целостности помогает выстраивать здоровые отношения. и это и есть баланс, еще один вид баланса в нашей жизни между тем, чем мы похожи и тем, чем мы отличаемся. И часто говорят о том, что во взаимоотношениях важно взаимопонимание. А что это такое? Взаимопонимание это не согласие друг с другом обязательно и иметь одно общее мнение. Взаимопонимание это понимание того, что мы разные. Это не попытка навязать свое мнение другому человеку или стараться сделать его лучше или здоровее. Следующий баланс, который проявляется в обычной повседневной жизни и который часто тоже может нарушаться, это баланс между своим хочу или своим интересом и желаниями и долженствами или необходимостью делать. У многих людей даже простые вещи, которые они хотели бы делать в своей жизни, им было бы это приятно, но сами себе они говорят о том, что мне надо это сделать, мне надо сделать уборку, я должна приготовить кушать, мне необходимо встретить гостей, но это может быть и те вещи, которые или ситуация, которые и так вы хотели бы сделать, но от самой формулировки этого надо и должна уже внутренне становится более напряженно, то есть включается такая мобилизация, а иногда даже может включать это сопротивление и нежелание это делать из позиции долженствования. На первый взгляд кажется, ну я же все равно делаю то, что мне хочется, какая разница, как себе сказать, надо или хочу, но если вы сейчас себе мысленно проговорите любое, любое какое-то формулировку, я хочу и продолжите свое сами, я хочу слушать эту лекцию даже так и прислушайтесь к ощущениям в вашем теле, как оно отзывается, что в нем чувствуется. А теперь скажите себе, я должна слушать эту лекцию. Ничего не меняется в самом факте того, что вы делаете, но в теле чуть-чуть другие ощущения, и они уже не настолько расслаблены и не настолько комфортны. На самом деле это важный момент, что сама формулировка, как мы себе даем, ставим задачи, как мы себе даем какие-то обязанности берем, она тоже имеет значение, как мы к ним относимся и как мы их чувствуем и переживаем. понятно, что есть вещи, которые мы должны делать в жизни, это необходимость, это норма, но вместе с тем постарайтесь найти, почему вы еще и хотите это делать. Вы не должны ходить на работу, вы хотите наверное ходить на работу, потому что это дает вам возможность получить зарплату и тем самым обеспечить какие-то свои важные желания и потребности для своей жизни. А если вы категорически не хотите, тогда пересмотрите, почему вы это делаете, найдите другие варианты решений. Понятно, что должно быть и хочу, и обязанности, долженствования в жизни, но хорошо, чтобы они были хотя бы сбалансированы, хотя бы чтобы было и-и, а не только то, что нужно. Это второй вид баланса, или очередной даже, третий уже, о котором мы говорим, который, если в жизни не удерживается, внимание не направляется туда, то может приводить к такому избыточному напряжению, что уже и в организме будет нарушать баланс иньян, потому что чрезмерное напряжение это уже к нездоровью. что следующее важно учитывать. У нас есть внутренняя реальность и внешняя реальность. Но как выглядит внешняя реальность, разные люди воспринимают по-разному. Это говорит о том, что на самом деле значение имеет больше те фильтры или тот способ восприятия во внутренней собственной реальности, чем то, что в действительности происходит. и важно научиться внешнюю реальность оценивать и видеть реально, реалистично, объективно, потому что иногда она искажается и приукрашивается. Самый такой простой пример, когда два человека ознакомятся, начинают строить отношения, встречаются и кто-то один из них считает, что они дружат, а кто-то другой считает, что они строят семью и у них уже распланировано будущее. Это частая проблема, которая действительно встречается, если нет умения прояснять и согласовывать реальности друг друга. И что происходит в этом случае? Впоследствии очень-очень неприятные, потому что если у нас мы воспринимаем события и ситуации искаженно, то рано или поздно эта иллюзия растворяется и приводит к очень болезненному разочарованию. Я думала, что это вот так вот, а оно оказывается совсем по-другому. Эти ожидания и свои представления являются, наверное, одним из самых сильных видов страданий. Это страдания разрушенных иллюзий, разрушенных представлений или ожиданий от другого. Но на самом деле за этим всегда стоит неконкретность или недоговоренность про то, что есть на самом деле. Это бывает и в деловых отношениях. Я рассчитывал, что меня мой партнер будет во всем поддерживать или он будет делать за меня мою работу или еще что-то такое, а оказывается на него нельзя положиться. Но если это не было договорено и конкретно прояснены эти ожидания свои, то наверное нормально, если это не будет выполняться. следующий вид частых страданий и очень многих людей я встречаю в своей работе, я консультирую людей, у которых сложности, у которых проблемы, работа у меня такая и сталкиваюсь с таким видом несоответствия, как того, что происходит в действительности и того, что происходит внутри у человека или так скажем желание утаить, скрыть какие-то факты, какие-то свои качества, какие-то то есть демонстрировать другим людям что-то другое, не то, что есть на самом деле в жизни. Может быть это какая-то ситуация, может быть желание показаться, другим людям с какой-то одной стороны и прикладывать усилия, чтобы не проявлять какие-то свои слабости или уязвимые места. Это все эти моменты, они требуют очень сильного внутреннего напряжения. Или есть в жизни какое-то событие, и человек все время о нем помнит и старается, чтобы никто об этом не узнал. И вот здесь какое несоответствие. На самом деле при такой ситуации очень сильное напряжение возникает в нашем уме, в мозге. Потому что одна из потребностей нашего мозга это потребность в соответствии или по-прочтому назовем потребность в правде. То есть как оно есть, тогда так мы это и воспринимаем, так мы к этому относимся. И если есть такой разнобой, если есть различие, и это длительное время удерживается, это может даже привести к таким последствиям, как фоновой тревожности постоянной, когда ничего не происходит, никаких ситуаций таких, которые вызвали бы тревогу, а человек просыпается утром уже с таким чувством внутреннего беспокойства, как будто бы что-то случится. Это приводит как результат к повышению давления, потому что напряжение внутреннее достаточно стойкое, устойчивое, и естественным образом это происходит. Отсутствие радости иногда даже приводит к тому, что отсутствует уже и желание, ничего не хочется, эти чувства подавляются, иногда даже к паническим атакам. Те, кто знаком с имидж медициной, знают, что есть четыре вокруг пупка, четыре активные точки, на которые это определенные энергетические центры, на которые важно оказывать воздействие, если есть какие-то проблемы со здоровьем. И необходимо, чтобы эти точки были активны, эластичны, чтобы энергия имела возможность быть расслабленной и достаточно свободно циркулировать. Так вот, вот такое состояние напряжения, когда необходимость возникает что-то контролировать, чтобы другие не узнали, или утаивать, или скрывать, при этом спазмируется четвертая точка, точка в области солнечного сплетения. Это центр, с которым связаны наши эмоции. И понятно, что постоянное напряжение в этой области не может иметь последствий для здоровья. То есть это и проблемы с желудком, и с печенью, и с 12-перстной, и с поджелудочной, и с сердцем могут быть проблемы. Следующий баланс, который присутствует повсеместно в нашей жизни, это баланс любви и справедливости, или такого отношения с принятием, с безусловным принятием и справедливости. Когда в нашей жизни нарушается справедливость, мы чувствуем себя не очень комфортно. И появляется какое чувство? Раздражение, или злости, или обида, что, собственно, то же самое. И восстанавливать эту, если восстанавливать справедливость, то тогда доброе отношение или принятие уменьшается. И это может сделать отношения немножечко такими дистантными. людьми. Но если выбирать из желания сохранить хорошие отношения и не восстанавливать справедливость, то внутренне накапливается много претензий, обид, и в конце концов и уже и само отношение с принятием становится труднодостижимым, потому что сквозь призму или завалы обид трудно, хорошо и тепло относиться. И здесь очень важно понимать, как правильно выровнять этот баланс, чтобы сохранить справедливость и вместе с тем сохранить добрые отношения. Конкретные техники, конкретные примеры использования и нарабатывания таких навыков мы будем с вами изучать на курсе из пяти занятий, которые будут идти уже в закрытой группе, которые начнутся 24 ноября. Не выравнивается этот баланс справедливости и принятия в том случае, если следующий баланс или баланс умения говорить честно, прямо, открыто и вместе с этим вежливо, то есть баланс вежливости и прямоты, если он не выполняется, если он нарушен. Бывает такое, что человек сердится, злится, осуждает, относится не очень хорошо к другому человеку, а внешне демонстрирует благожелательность, старается угодить, подавляет свои действительные переживания и чувства в обычной жизни это называется лицемерие, то здесь нет баланса между честностью и вежливостью. Важно научиться говорить вежливо, но прямо. Люди, которые так подавляют и утаивают истинное свои некомфортные чувства, недоброжелательные, они удерживают очень много внутренней агрессии, и это может стать причиной нарушения баланса энергии внутри в организме и причиной болезни. Люди, которые выплескивают это все на других на самом деле, это портит отношения и ухудшает качество отношений, иногда и желание сохранить отношения, платят своим здоровьем. На самом деле, важно понимать, что конфликты, но, скажем так, качественные конфликты помогают улучшить отношения и помогают самому человеку становиться более взрослым. Вам знаком такой принцип, как принцип инь-ян, вернее, как он выглядит, мы и говорим о принципе инь-ян. В чем его суть? Как только какое-то проявление достигает своего максимального развития, какое-то явление максимального своего проявления, оно оборачивается своей противоположностью. Это норма. И поэтому люди, которые чрезмерно вежливы, у них настолько накапливается неудовлетворенность внутренняя, что рано или поздно их прорывает и они начинают все высказывать. Но на самом деле речь идет в этом случае не о выравнивании баланса. Если это делается с таким напором и потом портит отношения, то это не про заботу о себе. Это просто уже достигло предела вот это проявление удерживания и оно прорвало наружу. И правило или скажем такая формулировка она абсолютно реалистична, что зашкаленная вежливость переходит в наглость. Но это не говорит о том, что вы начали о себе больше заботиться и больше себя понимать. Нет, это говорит о том, что просто иньян этот принцип, этот закон работает он в действии. На самом деле только ваша осознанность действительно может включить вот этот баланс и научиться выравнивать отношения. Когда не или-или, когда я выбираю или только других, или заботиться о них, или только себя, а когда и-и. и это требует участия сознания. Проявление D, вообще тема D, это всегда про осознанность. Из этих примеров и видов баланса формируется наше качество жизни. В позитивной психотерапии автор метода Насрад Безишкиан исследуя и работая с очень большим количеством пациентов разных национальностей, определил, что разных людей, независимо от их расповедания, цвета кожи, возраста, четыре направления в жизни или четыре сферы жизни, имеют большое значение и влияют на их эмоциональное состояние. И он распределил эти назвал эти сферы как бы четыре сферы сфера тела. Эта сфера включает в себя все, что касается тела. Это условия жизни, это питание, это гигиена, это имидж, внешний вид, это забота о себе, это спорт, секс, то есть все, что сюда включается, качество сна. Сфера деятельности, которая включает в себя работу, учебу, зарабатывание, хобби, занятие любимым делом, это рациональная логическая сфера, сфера контакты или сфера эмоционального состояния взаимоотношений с собой и с другими, и сфера будущего, которая включает в себя понятия такие как ценности, смыслы, мировоззрение, фантазирование, строительство своего будущего. И он отметил, что если внимание человека более-менее равномерно распределено на эти четыре сферы, то есть они наполнены эти сферы, мы с вами знаем, что внимание это энергия, куда мы направляем внимание, туда мы направляем свою энергию или наполняем своей энергией. Так вот, если человек распределяет свою энергию приблизительно равномерно, и в его жизни тогда присутствуют и наполненные эти сферы, и более-менее устойчиво он себя чувствует, то баланс и качество жизни достаточно устойчив. но если происходят такие распределения, вот примерно вот так, когда человек очень много внимания направляет на свою работу, образно говоря, он берет в своем уме работу на дом, он и засыпает с мыслями о работе и тревожится все время и выходные дни, и когда наступает отпуск, день-два, а потом он чувствует себя неспокойно, потому что не может расслабиться и полноценно отдыхать, а мысли только от работы. Понятно, что в этом случае внимание ущемляется на отношения, и тогда это может приводить к недовольству или в семье, что ты нам не уделяешь внимания и время, или в отношениях каких-то, в дружеских там, или в каких-то близких. Естественно, при таком подходе страдает тело, потому что постоянные мысли тревожище, может ухудшить качество сна, или не настолько следить, если очень с головой человек уходит в работу, он даже может забыть о том, что ему покушать надо, или позаботиться, или обратить внимание, когда сигналы тела еще незначительные, но уже обращаются к уму, чтобы немножко расслабиться и дать себе отдых, но эти сигналы могут не слышаться, и пока человек не свалится с ног и не заболеет, он не бросает этот сведетельности. может быть по-другому распределена энергия, когда человек очень много уходит в фантазии, когда очень много переживаний, когда много тревоги, или когда уходит в иллюзорный мир. Эта сфера это также сфера фантазии в виде зависимости, игромания, алка, наркозависимость, то есть когда человек пребывает не в реальной внешней действительности, наполняя и решая какие-то вопросы, а в свой фантазийный мир, в котором он старается себе создать больше комфортно, чем в его окружении. И в этом случае отрыв от реальности тоже будет нести за собой определенные последствия, потому что тогда возникают проблемы как со здоровьем, с отношением, так и с работой, и с результатами, и возникает много сложностей в жизни. Может быть такой перекос, это когда у человека заболевание, какая-то болезнь, или чрезмерно озабочен своим здоровьем, может быть даже нет заболевания, но чрезмерно озабочен своим здоровьем, так называемый здоровый образ жизни. Но почему-то из тех примеров, которыми мне доводилось встречаться, люди, которые занимаются здоровым образом жизни, почему-то в основном их внимание направлено на внешнюю реальность, то есть закаливание, спорт, питание, но очень мало при этом как-то заботы о своем внутреннем мире, о поддержке себе, о принятии себя, о согласии внутренним с собой. И в этом случае тогда контакт используется как способ получения принятия, энергии и внимания на будущее и на реализацию себя значительно меньше. Иногда забота о здоровье становится одним из возможных доступных способов получить внимание других людей и получить таким образом опосредованную любовь. когда люди жалуются на свое здоровье, а их поддерживают, им сопереживают, и это своего рода становится таким наполнением своей жизни, что вот кто-то мне уделяет внимания. Я думаю, вам встречались такие примеры вашей жизни, и понятно теперь, почему люди, у которых не очень хорошее здоровье, тем не менее, выбирают продолжать болеть и не излечиваться и не стремятся что-то дополнить своей жизни в виде практики цигун, может быть каких-то еще средств, а рассказывают, почему им это сложно сделать и почему это невозможно. Да потому что если они улучшат свое здоровье, они лишатся возможности привлекать к себе внимание таким образом, используя свое тело и для получения любви, для получения внимания. это тоже о дисбалансе, что является показателем или по каким признакам мы можем судить о том, что баланс в нашей жизни нарушился. Понятно, что в выходные дни больше внимания будет направлено на тело, на отдых, на, может быть, на отдых на природе и на контакты, на взаимодействие, какие-то встречи с друзьями, с семьей, время провождения. В рабочие дни больше внимания будет направлено на деятельность и на какие-то планирования, то, что имеет отношение к сфере будущего. но вместе с тем, то есть это не застывшая такая форма и фигура, это модель баланса качеств жизни или сфер жизни, она достаточно гибкая и чуткая, но вместе с тем за более-менее продолжительным периодом, 3-4-6 месяцев, полгода, хорошо, чтобы это было приблизительно в норме. Если при распределении, если взять, допустим, что наша энергия это 100%, то соответственно сколько-то процентов нашего энергии или нашего внимания распределяется на какую-то сферу. И если при распределении появляется такая цифра, как 50 и больше или 10 и меньше, это говорит об очень сильном дисбалансе. Какие признаки, как можно это определить, не исследуя даже эту модель баланса. Признаки дисбаланса, то есть то, что длительное время уже мое внимание занято чем-то одним или только двумя сферами, говорит, первое это наше настроение. Если нет никаких самый первый сигнал, если нет никаких событий, ситуаций, предпосылок к тому, чтобы настроение ухожилось, а мы вместе с этим просыпаемся и чувствуем либо такую незначительную раздражительность, как будто бы что-то чуть-чуть не так, это даже не недовольство, это просто какая-то легкая недовольтворенность или тревожность, это уже говорит о том, что баланс длительное время был нарушен и качество энергии внутри уже тоже изменилось и ухудшилось. Следующие признаки этого дисбаланса появления в жизни это постоянное чувство нехватки времени, как будто бы я не успеваю что-то делать, как будто бы я опаздываю, страх не успеть или ощущение завала делами, как будто бы ворох навалился и никак не могу разгрести. И первое такое яркое проявление этого будет это формулировка у меня нет времени, особенно когда нет времени для себя, у меня нет времени организовать себе отдых, у меня нет времени качественно покушать или нет времени на практику, потому что я занят очень делами. но это не про нет времени, это про дисбаланс, который уже длительное время присутствует в вашей жизни. Следующее это нарушение сна, бессонница или качество сна, бессонница или когда вы просыпаетесь среди ночи или даже если вы спите, но просыпаетесь разбитыми. Следующее это различные уже состояния, еще есть поведенческие когда некогда покушать или спешка постоянная жующее на ходу или бросающее себе в рот что попало как можно скорее. а следующее это уже сигналы вашего тела, это скачки давления, это реагирование со стороны желудочно-кишечного тракта, там запоры или расстройства, то есть это уже переходит на уровень проявления физического тела, но это все уже показатели того, что в вашей жизни дисбаланс был достаточно длительное время присутствовал и хорошо обратить внимание, что в моей жизни на самом деле происходит, как я могу это пересмотреть. Вот эта модель баланса четырех качеств жизни является очень хорошим тестом, диагностическим тестом для того вообще, для определения какое качество жизни у меня в последнее время, у меня сейчас. Если это применять для исследования отношений, например, в семье, супружеских отношений или отношений с детьми, это очень хороший инструмент. В семье часто распределены такие представления, что какими-то сферами больше занимается, например, мужчина, и он занимается зарабатыванием и построением планирования будущего семьи, а какими-то сферами больше занимается женщина, и понятно, что ее сферы это больше сфера тела, дома, по дому, приготовления пищи, заботы о здоровье членов семьи, и сфера эмоционального контакта или эмоциональных построений, и больше энергии направлено у мужчины в эти, может быть, а у женщины в эти сферы, в те другие сферы, но с одной стороны, это вроде бы как равномерное распределение, с другой стороны, это может стать причиной возникающих недоразумений и конфликтов, потому что, к примеру, мужчина зарабатывает и считает, что он этим проявляет свое внимание и свою заботу, и естественным образом ждет, что его оценят и ждет благодатности или хотя бы того, что он заслуживает хорошего теплого отношения и он приносит деньги, но при этом он может не давать внимания на уровне эмоционального, то есть интересоваться вопросами, которые тревожат или заботят его жену или не выслушивать, когда он приходит, она начинает делиться о себе и рассказывать или не планировать совместный отдых, потому что у него все мысли заняты работой, но в этом случае, то есть он считает, что его зарабатывание уже это выровняло все, но при этом тогда женщина может не получать эмоционального тепла от него и чувствовать неудовлетворенность и быть в претензии, и при этом она в таком состоянии не сможет ему давать поддержку и благодарность за то, что он приносит деньги, а она тогда считает это само собой разумеющимся, и на этом фоне у них накапливаются взаимные обиды и разочарования. Этот же подход очень часто приводит к проблемам в отношениях с детьми, когда родители, не имея времени, будучи очень загруженной работой стараются компенсировать свое внимание и эмоциональный контакт с детьми, заменяя это подарками или какими-то материальными благами, но при этом теплота отношений теряется, утрачивается, и дети, имея много каких-то материальных благ, все равно чувствуют себя неприятно, они чувствуют себя как бы ненужными или что они не получают от родителей того, что они важны, как будто бы они лишние и это приводит к ухудшению отношений. Мы сегодня поговорили о таких основных ключевых моментах, какие виды баланса присутствуют в обычной повседневной жизни имеют отношение вообще к очень простым бытовым вещам, но которые могут иметь, если их не осознавать, не понимать и не учитывать, могут иметь достаточно сложные последствия, ощутимые последствия, как для состояния здоровья собственного, так и для состояния отношений. Это эти все моменты проявления это то, что может ухудшать наше ДЭР. И это важно держать во внимании. Наверное, будет полезным, если у вас появится такой интерес и желание, то проанализируйте, проведите такое исследование для себя и проанализируйте свой собственный баланс вашей жизни, распределив энергию, свое внимание на эти четыре сферы и попробуйте вот таким вот образом построить две оси и на каждой из осей равномерно их поделить на какие-то отсеки и ориентируясь на ваши ощущения и ваше чувствование внутреннее, отметьте, сколько внимания вы направляете, сколько внимания занята та или иная сфера. При этом имеет значение не время, которое вы посвящаете этой сфере, а именно внимание. Потому что может быть такое, что вы посвятили времени немного, например, пообщались каким-то человеком пять минут, а потом у вас осталось какое-то состояние эмоциональное и вы продолжаете еще один день и второй и еще какое-то время держать этот контакт в вашем уме и эмоционально его переживать. То есть времени мало, а энергии вашей тут тратится очень много. Поэтому с энергией будет связано ваше внимание. отметьте сколько именно внимания занято в какой-то из этих сфер. И вам удастся и потом соедините эти точечки, когда вы отметите это на каждой оси, каждой сферы какое-то расстояние и соедините эти точечки, посмотрите какая модель, насколько равномерно выглядит ваш ромб, который вы выстроили. Если вы живете в семье, попросите или поисследуйте других членов семьи, как их выглядят модели баланса. Сравните их, и вам станет понятны очень многие моменты возникающих ваших конфликтов или столкновений интересов или каких-то недопониманий. И подумайте, обсудите, подумайте для себя, как это можно решить, то есть как можно добавить внимание в ту сферу, в которой дефицит, которая не наполнена. И обсудите в ваших отношениях, что можно совместно сделать, чтобы это выровнять, и чтобы получилась возможность сделать ваши отношения более качественными, более близкими, более теплыми. эффективно какие действительно подходы и инструменты можно еще для этого использовать, мы будем уже более подробно и углубленно изучать на курсе, который будет проходить в закрытой группе. на сегодня то, что касается баланса имьян или принципа имьян участия в нашей жизни, мы с вами завершаем занятие и в последующих лекциях мы будем говорить о том, как проявляются следующие другие принципы системы джуньо-эн-цигун в обычной повседневной жизни. всем хорошего дня, наилучших пожеланий и всего доброго. До свидания. Продолжение следует...